МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше бетона сталь. Новый этап строительства стадиона. В режиме ожидания. Набережная за забором ждет старта работ. Дом плывет. Близость к реке помогла воплотить идею. Телевизионная программа «Строй». Четверг, пятница, суббота, вторник. В субботу утром 9.10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Сегодняшний выпуск мы начали кадрами стадиона на Стрелке. Это самая большая стройка в Нижегородском регионе. Самая большая и самая динамичная. О том, что там происходит, мы регулярно рассказываем. А еще сегодня у нас будут объекты, так или иначе связанные с рекой. Будут деревянные дома. Но сначала футбольный стадион к Чемпионату мира 2018. Он, кстати, смотрит сразу на две реки. Волгу и Аку. Таковы особенности места, где стоит наш город Нижний Новгород. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, когда уже поднялись высоченные колонны наружного периметра стадиона, а общий корпус чаши перекрывают поверху стальными конструкциями крыши, стал понятен общий объем этого гигантского сооружения. Его видно со всех сторон. И оно действительно не задавило своей величиной старинный собор Александра Невского, чего мы все опасались. Однако размеры огромной спортивной арены таковы, что ее никак не спрячешь, ничем не перекроешь. Она стоит на ровной территории стрелки, как одно из главных блюд на столе, мимо которого не пройдешь равнодушно. Тем более сейчас, когда на всех уровнях здания работают строители. Корпус стадиона делают из бетона и стали. Монолитные работы практически завершены – 99%. Что такое оставшийся 1% железобетона? Это 500 кубических метров строительного материала, который предстоит уложить в чаш стадиона на высоте 40 метров. По сравнению со 150 тысячами кубометров, которые уже лежат на своем месте, это, можно сказать, завершающий штрих. Закончены практически все бетонные работы. На сегодняшний день уложено 99% бетона. Это 150 тысяч кубометров. Если так измерить в КамАЗах, то это 15 тысяч КамАЗов. Очень сложную работу выполняют монтажники на строительстве стального каркаса крыши стадиона. Это будет гигантское кольцо на высоте 40 метров общим весом в 10 тысяч тонн. Огромный кран грузоподъемностью 750 тонн поднимает вверх укрупненные металлические блоки и устанавливает их на временные поддерживающие конструкции. Сегодня на проектную высоту поднято 2200 тонн металла. В то же время собираются и устанавливаются поддерживающие конструкции фермы, которые соединят каркас крыши с опорными колоннами. У нас есть металлоконструкция над зоной чаши, где мы сейчас с вами находимся, и металлоконструкция над зоной фойе. Над зоной фойе металлоконструкции мы начинаем монтировать с 20 ноября. Для этого мы мобилизуем два тяжелых крана дополнительных. Один грузоподъемностью 400 тонн, второй 350 тонн. И открываем два фронта работы. Металлоконструкции в зоне чаши стадиона планируется завершить до конца 2016 года, а в зоне будущего фойе здания – до 28 февраля 2017. После этого строители начнут монтаж кровли из поликарбоната. Общая площадь прозрачного зонта составит 57 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше размеров площади Минина и Пожарского, где будет устроена фан-зона для футбольных валерьщиков. Кстати, футбольное поле будет в 8 раз меньше крыши стадиона – всего 7 140 квадратных метров. Но это тоже непростое сооружение, его устройство строители начнут весной. На следующий 2017 год запланированы фасадные работы, строительство трибун нижнего яруса, установка сидений, пусконаладочные работы и благоустройство. Программа подготовки к чемпионату мира – она беспрецедентная. Одна из самых мощных программ среди регионов Российской Федерации. 67 объектов в программе, которая погружена для ввода в эксплуатацию к чемпионату мира 2017 года по футболу. Соответственно, план мероприятия насчитывает не только строительство, реконструкцию объектов, а также и благоустройство нашего города, и, конечно, организационные мероприятия. Чтобы успеть подготовиться к чемпионату мира и провести все необходимые испытания, нужно завершить строительство стадиона на два месяца раньше контракта – в сентябре 2017 года. Расслабляться не приходится. Сейчас меняем масштаб от строительства спортивной арены. Переходим к постройке индивидуального дома. Материал – натуральное дерево. На очереди рубрика «Деревянный дом. Вопрос-ответ». Перед нами строительство деревянной бани. А на разумных компактных размерах 4 на 4,5 метра, три помещения, предбанник, парилка и моечная, применяется современный стеновой материал – цельный профилированный брус камерной сушки. В чем особенности этого материала? Это совершенно натуральный экологически чистый продукт. Это массивная древесина. И еще огромное преимущество у этого бруса перед другой массивной древесиной, например, оцилиндрованное бревно, это то, что этот брус уже высушен в камере. То есть при условиях щадящей мягкой сушки он высушен таким образом, чтобы максимально избежать растрескивания этой древесины. То есть в дальнейшем, после сборки комплекта, трещины увеличиваться или образовываться новые не должны и не будут. А что, оцилиндровку разве не сушат? Оцилиндровку тоже, я знаю, что есть случаи, есть производители, которые сушат оцилиндрованное бревно. И в принципе, тоже существует сухое оцилиндрованное или так называемое калиброванное бревно. Но в данном случае у нас обеспечивается за счет профиля жесткость и геометрия всей стены. То есть оцилиндрованное бревно, оно не так четко собирается, как брус, особенно профилированный, будь то клееный или вот этот массивный брус. Принципиальная разница клееного бруса и целикового. Стоимость? Поскольку технология изготовления этого профилированного бруса проще, чем технология изготовления клееного бруса, цена его гораздо ниже. Итак, мы говорим о снятии напряжений. Вертикальные пазы, они что дают? Вертикальные пазы делаются для того, чтобы возможное растрескивание древесины происходило именно по этим вот трещинам, именно внутри, а не на лице самого бруса. То есть мы провоцируем таким образом возможное растрескивание во время, в период сушки, именно вот здесь. То есть вот мы видим уже здесь вот трещинку, она пошла именно здесь, а не вот так. Это тоже один из элементов снятия напряжений. Нам интересны различные этапы строительства. Мы любим показывать строительные технологии прямо на строительной площадке. Но чтобы оценить результат работы строителей, инженеров, архитектора, дизайнера, усилия самого хозяина дома, нужно увидеть уже готовый объект. Вот уникальный образец для номинации постройки из дерева. Красота спасет мир. Но только при условии, что ее создатели не будут замыкаться в собственных мастерских. В этом смысле мастер Андрей Краев, который создает красоту из дерева, просто идеальный супергерой. Вместе с женой Светланой, кстати, дизайнером по профессии, они уже начали делать мир лучше. И начали с себя. Они занялись строительством дома, основой которого в прямом и переносном смысле является дерево. На самом деле дерево – это, например, схема мира. Наша русская, древнерусская, скандинавская, северная. Да нет, на самом деле у всех, ну, большинства народов древних. Известный герой. Дерево было основой мироздания. Ясенник-драсиль, да. То есть стержень, на который нанизано несколько миров. Жизнь должна крутиться в этом доме вокруг дерева, да? И в жизни Андрея так было всегда. Его отец начинал с краснодеревщика. Мать тоже технолог деревообработки. Все детство в опилках, а на первые опыты по незнанию испилено несколько кубов бережно хранимого отцом дуба. Сегодня Андрей сам серьезный профессионал, руководитель производства. Знает десятки пород дерева и дорожит каждый. Дуб, ясень, сосна, клён, тик, бубинга – привычные и экзотические, ценные и не очень. Редкие и распространенные породы деревьев обретают в его мастерской второе рождение. Я мебель, пластику, МДФную не воспринимаю. При всей стильности, да. Ну, нехорошо. Красиво посмотреть. Не знаю, может, я себе придумал, но не хватает в ней души. А дерево – это вещь очень пластичная, имеющая море возможностей. Огромные возможности, да. Огромные возможности. Особенно, если в себе вырабатывать непредвзятый взгляд. Они признаются, что для собственного дома рука просто не поворачивается делать общепринятые классические вещи. А потому возможности дерева здесь разрабатываются на полную. В крупных масштабах и в деталях, в интерьере и в экстерьере. Но все эти вещи специально созданы или откуда-то привезены. Хотя в глубине души Андрею и Светлане хотелось бы немного другого. Конечно, душа-то просит корней каких-то вещей, которые говорили бы о предках. К сожалению, по наследству ничего не приходит. Ни в той стране мы все с вами родились. Может быть, кстати, стремление к тому, чтобы создать дом а-ля средневековый. Как раз и к стремлению, потому что хочется, чтобы у нас были корни. Как будто это было. Как будто это не было отнято. Как будто это действительно такая большая история у рода Андрея. Наверное, не хватает нам. Нам этого не хватает. Вот почему строительство еще не закончено, а дом уже выглядит пожившим. Как на срезе горы видны прослойки разных пород, так и здесь будут видны пристрастия хозяев к разным культурам. Каждая комната в этом доме будет иметь свой стиль и историю. Но дом мастера есть дом мастера. И главное место в нем отведено не гостиной, столовой или спальне, а мастерской. Почему-то, наверное, самое интересное место в доме. В смысле красоты, обзора. В общем, башня, вид на три стороны. Да, большая башня наверху. Донжон. Чтобы вдохновение просто со всех сторон поступало еще зрителям. Кто-то увидит за фасадом этого дома фантазию творческих людей. Кто-то мрачное настроение готики. А кто-то просто нестандартный дизайн. Для нас же этот дом стал самой полной экспозицией мастера, который работает с деревом. Это был дом, где удачно использована природа, сама фактура, дерево. А еще мы обещали показать вам проекты и постройки, так или иначе связанные с рекой. Вы их увидите и уже скоро, после окончания блока рекламы. Вы смотрите телевизионную программу «Видеожурнал «Строй». В первой половине выпуска показывали большие и малые стройки. Сейчас время поговорить о проектах. Они будут особые, связанные с рекой. На недавнем городостроительном совете вновь обсуждался вопрос о восстановлении Нижневолгской набережной. Последняя информация и новые проектные идеи в сюжете Марии Тяжеловой. На прошедшем городостроительном совете вновь решалась судьба Нижневолгской набережной. Архитекторы представили четыре концепции ее развития, которые были признаны лучшими на конкурсе, прошедшем этим летом. В ходе заседания не было принято решение о том, как будет выглядеть набережная. Ведь еще не проведено обследование недостроенных конструкций за синим забором и не выбрана архитектурная мастерская, которая будет разрабатывать окончательный проект набережной. Главный речной фасад Нижнего Новгорода остается в режиме ожидания. Посмотрите, сколько здесь места, какие виды. Но мы не живем здесь. Здесь зона отчуждения. Здесь могли бы быть бульвары и скверы, как на набережных Москвы. Скульптуры и фонтаны, как в Ростове-на-Дону. Велосипедные дорожки и спортивные площадки, как в Самаре. Или пешеходные улицы и смотровые площадки-ротонды, как в Ярославле или Саратове. В Нижнем Новгороде на набережной девятый год стоит забор. Одна из наиболее интересных концептуальных идей развития Нижневолжской набережной выражена в эскизном проекте архитектора Станислава Горшунова. Он предлагает выполнить благоустройство верхнего и нижнего уровня набережной в разных архитектурных стилях. Верхний уровень, который контактирует непосредственно с улицей Нижневолжской набережной, с красивыми историческими фасадами. Мы продолжаем тему истории и делаем ее приемами, архитектурно-ландшафтными приемами, небольшими формами в том же историческом стиле. Это валясинки, ограждения, лавочки, светильники, брусчатка. Нижний уровень набережной предлагается выполнить современными приемами, но в то же время он связан с верхним историческим. Прогулочная зона на нижнем уровне, она имеет несколько сценариев. То есть мы можем гулять, у нас там много разнообразных дорожек, вот, и прогуливаясь в одну сторону по одной дорожке, мы возвращаться можем совершенно по другой. Это как некая ось, на которой нанизан на нижнем уровне некий функционал. Это фудкорты, детские площадки, есть сцена, ночной кинотеатр, зона фонтанов, зона низкорослых деревьев. Большая часть недостроенных конструкций за синим забором должна быть демонтирована, но некоторые строения можно использовать для создания смотровых площадок и размещения музея, набережной, центра искусств, точек питания и пунктов проката. Мы сохраняем уже готовые конструкции, которые имеют там перекрытие или имеют там сетку колонн, вот, которые, это в начале у речного вокзала, слева из плава от речного вокзала и напротив улицы широкой. Верхний и нижний уровни набережной поделены на зоны различной активности, места хватит всем, и тем, кто хочет заняться спортом, и тем, кто будет смотреть кино или просто завтракать на траве. Мы разбили несколько, ну, как бы наш весь проектированный участок на две зоны. Вот это зона активного спорта. Йоги, там, скейтеры, там, пробежки. Здесь велосипедная дорожка также начинает влять, и у них есть какие-то определенные подъемы. У них тоже есть зона фудкорта, а это зона просто прогулочная, вот, зона для пикников, значит, здесь кинотеатр. К 2018 году с набережной должно произойти прекрасное превращение. За синим забором появится красивая, благоустроенная городская территория. До конца нынешнего года должен состояться конкурс на проектирование участка набережной за синим забором, и будет проведено обследование территории. Вот было бы действительно хорошо. Многие годы мы ждем спасения Нижневолжской набережной. Первым настоящим шагом на этом пути станет утвержденный проект. А вот еще одна идея, рожденная благодаря близости к реке. Она получила воплощение усилиями двух энтузиастов. В результате был построен объект, внешне довольно скромный, но интересный. Наш сотоварищ, журналист Юрий Немцов рассказывает о доме, который плывет. На самом берегу поставили? Да. Удобное место. Ну что, домик, как домик строится пока? Вон, крылечко какое-то неудобное. Дом и корабль стоит на задах деревенского дома в Сокольском районе, притулившись к берегу речки Куртьюки. Длинным серым канатом он пришвартован к березе. Нет никакого пирса, даже намека на причал, просто травянистый бережок. Вместо трапа – коряга. Встал на нее, как на приступах шагнул, и ты до крыльца, то бишь на палубе. Палуба низкая, она покоится на двух огромных гондолах, соединяя их рамной конструкцией по типу катамарана. Отделочные работы еще не закончены, но снаружи дом и корабль смотрятся красиво. Его деревянные стены обшиты сайдингом. Это, естественно, для жилища на воде. Окна небольшие, квадратные. На носу и на корме открытые площадки, похожие на веранды. С кормы на верхнюю палубу ведет лестница, а там наверху хоть танцует. Ну и терминология корабля и дома, она разная, конечно. Это перила, если это дом. Это леерная конструкция, если это корабль. Полезная площадь дома – 40 квадратных метров. Да плюс верхняя палуба, где можно поставить тент и летом жить, не боясь ни жары, ни комаров. Ну, она практически ровная. Тут совершенно небольшой угол. Мы планировали сделать слание, чтобы вообще выровнять горизонт, но пришли к выводу, что это без необходимости. Я вот не чувствую здесь какую-то проблему. Ну, сюда вот встал, сюда нормально. Хаус-бот – просторнее яхты. Здесь даже сауна будет и дровяная печка с водяным отоплением. О грузоподъемности и говорить нечего. В общем, жить можно. А ходить – в смысле плавать. Здравствуйте, Игорь Иванович. Покажу, где у нас мотор. Мотор Тахацу, 40 сил. А, подвесной, да? Подвесной моторчик. О, заработал. Теперь убирали. Дивные ощущения. Хотелось их вот испытать. Все два года, как мы строили эту посудину. И вот, наконец, случилось. Вот этот дом, Игорь Иванович, дом, о котором мы говорили, который корабль, поплыл. Конструировал ее я, эту конструкцию. И очень интересно проверить, как она себя ведет. В правильном ли направлении мы шли. Теперь уже нет никакого сомнения в том, что это не просто плавучий дом. Это судно, которое довольно лихо отходит от берега, разворачивается, несмотря на внушительные габариты и тесноту берегов. Но вот речка расширяется, превращается в залив, впереди уже проглядывает шире водохранилища. Честно говоря, мы не ожидали от хаус-бота такой прыти, но это предварительное испытание. Интересно, как он пойдет с полной экспедиционной нагрузкой, с дровами, вещами, водой, продуктами, с пассажирами. Но уже сейчас видно, что его осадка позволяет ходить по мелям лесных рек, вплотную приставать к берегу. Он обладает всеми преимуществами туристского катамарана, подвижностью моторного судна и удобствами коттеджа, построенного на каркасной основе. Интересная идея построить дом и, не выходя за его порог, поплыть по реке. Это была телевизионная программа «Строй». Спасибо всем, кто участвовал и помогал выпустить эту передачу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok